Почему мы обратили внимание на горох? За последние три года мы видим четкую тенденцию устойчивую к росту площадей данной культуры в Украине. Но еще более ярко выраженная тенденция по росту урожайности валового сбора. По сравнению с прошлым годом, значительно выросла урожайность, валовый сбор практически в два раза увеличился. Но тем не менее, цены на горох остаются достаточно стабильными. Если взять с 2010 года по 2016, да, были взлеты падения, но в среднем где-то цена на уровне 280 долларов за год. Нет такой четкой тенденции снижения цены, как на зерновые культуры, как на букурузу, где цена упала с 240 до 170 долларов. Здесь она держится более-менее стабильно. Поэтому очень высокий интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей. Очень много нам поступает вопросов по технологии выращивания гороха. Мы с вами поделимся всей информацией, которую мы знаем о данной культуре. Прежде всего хочу немножко поговорить о биологии гороха. Стадии роста и развития гороха. Вегетационный период гороха можно разделить на две стадии основных. Вегетативная часть. Фаза ВЕ. Пипикотель появляется на поверхности почвы. Стадия ВС. Появляются два листочка, но они еще не развернуты. Стадия В1. Первый листочек торчат и развернулся, второй еще закрыт. Стадия В2. Два листочка открыты, появляются усики. Итак, В3, В4, В5, В6 у современных сортов гороха в 14 до 18 узлов формируются. Дальше генеративная часть. Стадия В1. Появился первый белый бутончик. Стадия В2. Открылся первый цветочек цветения. Стадия В3. Появились первые маленькие бобы. Стадия В4. Зеленые бобы полностью заполнили буб. Зеленые семена, прошу прощения. Стадия В5. Начинает подсыхать нижние листья, нижние бобы. Стадия В6. Сухие семена полностью заполнили буб. Это конец налива фактически. И стадия В7. Это уборочная спелость, когда бобы наши окрасились в желтый цвет или в светло-коричневый. Оптимальная температура для прорастания семян гороха 24 градуса. То есть начинается прорастание. Оптимальная температура для образования листьев 12-16 градусов. Горох способен приносить заморозки практически до 7 градусов. Поэтому он очень хорошо удерживает ранние сроки посева. Еще хочу обратить ваше внимание на одну особенность гороха. Горох имеет гипогеальное или подземное прорастание. Что это значит? Являясь, по сути, двудольной культурой, горох не выносит семя доли на поверхность. Они остаются в почве у него. Также в почве остаются две пазушные почки. И в случае повреждения морозами вегетативной части, вплоть до пятого листа, эти пазушные почки отрастают, формируется новый стебель. Снижение урожайности в этом случае может быть, но все равно как бы не спешите пересевать горох, если он поврежден запростком. Посмотрите на отрастание. Если отрастание происходит интенсивно, успешно, нормально, такое поле можно оставлять. Оптимальной температурой для бутонизации и начала образования бобов является температура от 16 до 23 градусов. При температуре выше 27 градусов происходит абортация цветков. Это тоже очень важно, нужно помнить. И оптимальной температурой для налива семян является температура 18-22 градуса. Критический период по отношению к влаге у гороха от начала бутонизации до стадии Р5. То есть это период наибольшего влагопотребления. И перейдем к вопросам технологии. Технология выращивания любой культуры, она базируется на пяти основных составляющих. Первая это система земледелия, которая включает в себя северный оборот и систему обработки почвы. Система применения удобрений. Сорт. Система защиты растений. И система машин. Все эти системы тесно связаны друг с другом и оказывают друг на друга влияние. Начнем рассматривать системы земледелия. Это базовая система, на которой основываются все остальные наши составляющие, все остальные системы. И когда мы говорим о месте гороха в севообороте на востоке Украины, нас прежде всего интересует горох с точки зрения влагопотребления. У нас лимитирующий фактор влага. Если мы посмотрим на коэффициенты транспирации, гороха, кукурузы, подсовки... Там 20-460 миллиметров, из которых не все осадки будут продуктивными. Будут продуктивными только часть. Где-то 378 миллиметров или 3780 кубов на гектаре. Дальше пшеница при урожайности 4,5 тонны забирает 3819 кубов. Остается в остатке 1261. Они переходят на следующий год. И так далее. То есть подсолнечник забирает уже 4200 кубов. И вы видите, запасы влаги уменьшаются. Во второй ротации они еще больше уменьшаются. И в третьей ротации уже под подсолнечником будет дефицит влаги. Что повлечет за собой снижение урожайности подсолнечника и снижение урожайности последующих культур в севообороте. Если мы включим в севооборот горох, то сделаем из двухпольного четырехпольный севооборот. Пшеница горох, пшеница подсолнечник. Мы видим, в первой ротации у нас бездефицитный баланс. Во второй ротации бездефицитный баланс влаги. Типичные севообороты при выращивании гороха. Трехпольные севообороты, четырехпольные и пятипольные. Рапс можно в сборном поле с горохом выращивать. Часть занят площадей под горохом, часть под рапсом. И риски развести. Система обработки почвы. Используя... То есть любая обработка почвы должна способствовать определенным задачам. То есть определенные цели преследовать. В первую очередь нам нужно обеспечить оптимальное вертикальное движение воды, воздуха в почве. И создать оптимальные условия для роста корневой системы. Когда у нас появляется уплотненная прослойка почвы, затрудняется передвижение воды. Невозможным идет передвижение воздуха из верхних слоев в нижние. И препятствует для роста корневой системы. Мы ограничиваем доступность растений во влаге. Мы ограничиваем доступность растений в элементах питания. У гороха основная часть корневой системы расположена в 20-сантиметровом слое. Поэтому для гороха наиболее губительным будет уплотнение, которое мы создаем в ранней весенней культивации. Горох культура раннего сева. Мы для того, чтобы раньше посеять, заезжаем рано с культиватором в почву. У нас почвы, как правило, или среднесуглинистые, или тяжелосуглинистые. Имеют очень высокую влагоемкость. Очень долго просыхают. И, проводя культивацию, мы создаем эту уплотненную прослойку. Поэтому при выращивании гороха лучше выровнять почву с осенью. И от ранневесенней культивации отказаться. В крайнем случае, если это необходимо, провести ранневесеннее оборонование. И потом посеять. Привет. То есть, какую бы обработку почвы под горох мы не использовали, будь то вспашка, будь то безотвальная обработка глубокая, или поверхностная обработка. Нужно обязательно с осени выровнять почву. При необходимости провести весной, ранневесеннее оборонование и посев. То есть, все три типа обработки почвы, они пригодны для выращивания гороха. Самое главное, не создавать инновесенную прослойку. Переходим к системе применения удобрения. От чего оттолкнуться при расчете норм удобрения? В первую очередь, нужно понять плановую урожайность. То есть, на какую урожайность мы можем рассчитывать в данной климатической зоне. Есть нехитрые формулы, которые позволяют приблизительно определить, какой потенциал мы можем получить той или иной культуры в той или иной зоне. Вот мы взяли юг Харьковской области и с 1976 года по 2010 сделали расчет. А какую урожайность гороха можно получить? Видите, она колебалась от 19 до 45 центнер. Понятно, 45 центнер было один раз за эти 30 лет. Логично оттолкнуться от какой-то средней цифры. В данном случае это 30 центнер из гектара. Далее, необходимо отобрать почву, сделать анализ. В хорошей лаборатории, я подчеркиваю, в хорошей. Получить рекомендации и согласно ним нести удобрение. Не всегда это получается, к сожалению. Если у вас в хозяйстве остались картограммы, которые были сделаны ранее по содержанию основных элементов питания, можно оттолкнуться от содержания почвы с, соответственно, картограммом. Тогда мы получим при низком содержании азота хосфора калия, нам нужно будет внести 120 азота 60 хосфора 30 калия для получения 30 центнер. При среднем содержании нормы будут меньше, при повышенном только азот и при высоком немножко азота. Конечно, высокие такие нормы азота, они вызывают удивление. И совершенно правильно, потому что мы знаем, что горох способен обеспечивать себя азотом за счет симбиотической азотфиксации. Но для этого необходимо соблюсти определенные условия. Симбиотическая азотфиксация начинается на стадии 4-5 листа и длится от 4 до 5 недель. При этом температура почвы у нас должна быть выше 10, но меньше 30. Если происходит перегрев верхнего слоя почвы, допустим, почва уплотнена или она не закрыта растительными остатками, то клубеньковые бактерии развиваться не будут. Обязательно должна быть влажность почвы на уровне 70-80% от наименьшей полевой влагоемности. PH почвы должна быть на нейтральном уровне от 5-6 до 6. И обязательно штаммы, которыми обрабатываем семена, должны соответствовать культуре. Если это горох, это резубиум или гаминосарум. Если это соя, резубиум, брадиорезубиум, я помню, прошу прощения. Нельзя обрабатывать горох инокулянтами для соя. Сою инокулянтами для гороха. Что еще необходимо помнить? Если мы работаем в зоне недостаточного увлажнения, то горох способен на 70% обеспечить себя за счет азотфиксации. Если это зона неустойчивого увлажнения, допустим, это север Днепропетровской области, этот показатель будет 50 на 50. Если это зона недостаточного увлажнения, это юг Днепропетровской области, юго-восток. Это соотношение будет 30 на 70. То есть, что касается азота, если в почве низкое содержание азота, мы работаем в зоне достаточного увлажнения, нормы будут от нуля, в зависимости от содержания в почве, от нуля до 35 кг. Если это будет зона неустойчивого увлажнения, от нуля до 60 кг. Если это будет зона недостаточного увлажнения, от 15 кг до 85 кг. Винчеры-чернины, да? Винчеры-чернины. Так стоит ли не стоит носить азотное удобрение? Стоит, если мы работаем в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения. Если у нас низкое содержание азота в почве, если у нас большое количество растительных остатков, потому что для их минерализации микроорганизмы обязательно возьмут азот из почвы. И высокая кислотность почвы. В таком случае азотексирующие бактерии развиваться не будут на конях горох. С азотом разобрались фосфоры калий. Вы видите, значит, наибольший вынос фосфорной калии у гороха от периода бутонизации до цветения. До пик выноса. И это необходимо учитывать для выбора способа внесения удобрений. То есть мы должны удобрения наши внести так, фосфорнокалийные, чтобы они были доступны в этот период для гороха. От бутонизации до цветения. Наиболее оптимальным будет внесение фосфорно-калийных удобрений под основную обработку почвы. Тогда они будут у нас распределены более-менее равномерно к этому слою. И в случае во второй плене вегетации, бутонизации, цветения, они будут доступны, там будут влаги. Азотное удобрение можно внести под осеннюю культивацию. Осенью. Также горох хорошо реагирует на обработку семян препаратов на основе молибдена. Можно взять молибдат аммония, он стоит не так дорого, 300-500 грамм на тонну, и обработать семена перед посевом. Переходим к сорту. По типу роста стебля сорта гороха делятся на две группы. Это индетерминатные и детерминатные. В индетерминатных сортов при появлении первых цветков стебель продолжает расти, образуются новые узлы, новые цветки. Высокие растения, растянутый период цветения в данном сорту, они хорошо, более-менее лучше приспособлены, чем детерминатные при выращивании в зонах со стабильными погодными условиями, когда у нас бывают засухи и растянутый период цветения, он позволяет какое-то время получить влагу. Эти сорта хорошо использовать для посевов на зеленый корм из земли, которые имеют большую массу агитативную. Но они очень тяжелые в уборке. То есть обязательно раздельная уборка, диссекация, они полегают очень сильно. Они применимы для экстенсивной технологии. Детерминатные сорта. У них стебель перестает расти при появлении цветков. То есть все цветки сосредоточены вверху стебля. У них очень короткий период цветения. Они имеют меньшую высоту, менее склонны к полигонию. Они хорошо приспособлены для интенсивной технологии посева на зерно. Хорошо приспособлены для прямого комбинирования. Также сорта делятся по типу листа и по типу семени. По типу листа на листочковые и усатые сорта. Листочковые сорта отличаются большим потенциалом фотосинтеза. И имеют более высокую жаростойкость по сравнению с усатыми. Усатые имеют большую устойчивость к болезням и большую устойчивость к полигонию. По типу семени сорта делятся на осыпающиеся. Это те, у которых при растрескивании боба семена высыпаются из боба. И неосыпающиеся. Это те, у которых когда боб расстрескивается, семена остаются висеть. То есть у этих сортов неосыпающихся есть такой ярко выраженный, чётко выраженный семенной рубчик, который сросся со створкой боба. Селекцию на этот признак, признак неосыпаемости, ввели только в Советском Союзе. Нигде в мире больше не вели. На сегодняшний день в реестре сортов Украины 46 сортов гороха, из которых 13 сортов это сорта Харьковского института растеневоза. 99% сортов, которые на сегодняшний день внесены в реестр, это сорта усатого типа детерминат или полудетерминат. Немножко коснемся сроков посева. Мы говорили о том, что горох культура раннего срока посева, и действительно запаздывание с посевом гороха приводит к снижению урожайности. Почему это происходит? У гороха очень крупные семена, и ему нужно очень много влаги для набухания и прорастания. Поэтому если мы запаздываем с посевом, почва пересыхает быстрее, мы получаем в результате меньшую устоту куборки. При запаздывании с посевом у нас светение происходит в более поздние сроки, когда повышается температура, происходит абортация цветков, и мы получаем меньшее количество бобов в результате. Также уменьшается количество семян в бобе и уменьшается масса в тысячи. Норма высева. Если мы выращиваем горох без применения удобрений, то оптимальной нормой высева будет 1,4 миллиона схожих семян на гектар. Если мы вносим удобрения, то оптимальной нормой будет 1,2 миллиона. Это данные из Харькова, институт Юлио, 2003-2005 год. Аналогичные данные получены в Луганске были в 2011 году. Тоже оптимальной нормой была норма 1,2 миллиона схожих семян. Но если нам необходимо размножить какой-то дефицитный сорт, у нас маленькое количество семян, максимально размножить, тогда можно использовать норму высева 600 тысяч. В таком случае коэффициент размножения будет больше 5. Глубина посева. На практике приходилось встречаться с такими посевами. Вы видите поле, сделанное глубокорыхление, проведена культивация, доля глубокорыхления была. Поле плохо выровнено и идет посев. Посев с селкой слабой культиваторного типа. В данном случае это Морис Концепт. Вот так выглядело поле после посева. Семена гороха отдельные попадали на глубину 13-14 сантиметров. Тем не менее, как вы видите, горох вышел на поверхность, зашел. Но это не означает, что его нужно сеять на такую глубину. Оптимальной глубиной для посева гороха будет глубина 6-8 сантиметров. Почему не 3-4, а 6-8? Мы помним о двух почках, которые спящие, которые должны быть в почве обязательно. Система защиты растений. Начнем с первого этапа. Это защита всхода. От прорастания до пятого листа. Значит, в этот период какие у нас угрозы? Это, прежде всего, фузариозная корневая гниль и фузариозное увядание. Корневая гниль проявляется классически. На всех культурах она имеет одинаковые симптомы потемнения корней. Фузариозное увядание проявляется чуть позже в сезоне, когда мы видим вот такие вот растения засохшие, видим пятна на поле. Если мы вырвем растение, разрежем корневую систему, то увидим, что здесь сосуды ксилемы окрашены в такой красно-кирпичной цепи. Аскохитос также передается семенами. Поражаются бобы. В период вегетации поражаются семена. Из пораженных семян вырастают растения ослабленные. Часто они погибают. И мучнистая роса. Ложная мучнистая роса. Также заражение может происходить на ранних этапах. Инфекция либо в почве может быть, либо на семенах. Мы рекомендуем, мы будем регистрировать в семнадцатом году, подаем на регистрацию на горохе, наш продукт, Регигаем, который уже зарегистрирован на кукурузе и на соле. Он содержит два действующих вещества. Протиоконазол, который будет отлично работать против и хузаиоза, и аскохитоза. И также металлоксил, который будет хорошо работать против ложной мучнистой росы. Норма будет 0,8 литра на тонну зарегистрирована. Данный протравитель хорошо сочетается с препаратами для инокуляции. То есть он не ингибирует клубеньковые бактерии. Единственное, что мы рекомендуем, не смешивать в баке опрыскивателя препараты. Лучше сделать маточный раствор одного продукта, второго продукта и смешивать растворы маточные в баке опрыскивателя. В таком случае будет минимальное воздействие на клубеньковую бактерию. Второй этап. Борьба с сорняками и вредителями. От третьего до шестого листа. Для борьбы с сорняками у нас есть гербицид Максимокс, который уже зарегистрирован. Мы им говорили на подсолнечнике. Норма 0,75 литра на гектар. И также в этом году мы регистрируем на горохе зенкор. Здесь будут две схемы применения. Первая. Это одноразовое применение по всходам с нормой 0,35-0,5 литра. При высоте растений гороха до 15 сантиметров. И высота сорняков до 5 сантиметров. И также можно будет двукратно вносить в половинной норме. Первое внесение, когда у нас сорняки в стадии семядоли, два листа. И второе внесение через 7-10 дней после первого. Также в этот период растения гороха очень сильно иногда повреждают клубеньковые долгоносики. Сам жук, самый мага повреждает листовую поверхность гороха. Вы видите такие вот фигурные вырезки на листьях. А личинки повреждают клубеньки на корнях гороха. Экономический порог влевоносности 10-15 жуков на квадратный метр. С клубеньковым долгоносиком мы рекомендуем бороться при помощи перитроидов. Для цицефлюкс прекрасно справится с этой работой. Здесь системные продукты как бы не нужны. Масса гороха еще небольшая. Здесь будет достаточно контактно-кишечного действия этого дзикицинга. Третий этап. Борьба с вредителями и болезнями. Это период от бутонизации до начала образования бобов. Наиболее опасным вредителем в данный период является гороховая зерновка. Хочу обратить ваше внимание, что очень растянут период выхода жуков. То есть оптимальная температура 20-22 градуса, но жуки появляются первые раньше в посеве. И соответственно очень растянут период яйцекладки. Порядка двух месяцев может длиться яйцекладка. Вот один жук способен отложить порядка 200 яиц. Дальше личинка, которая отродилась, она через творку баба проникает в семя и живет в семени. Проходит по 4 возраста, выедает в семени под себя ячейку такую. И остается зимовать в семени. Урожайность в руку снижает не так сильно, но очень сильно страдают товарные качества и посевные качества. Такой горох никто не возьмет на крупу. И схожесть такого гороха соответственно будет низкая. Порох вредоносности 2-3 экземпляра на квадратный метр или 1-2 экземпляра на 10 смахов с очком. Также в данный период на горохе интенсивно развивается гороховая тля. Вредит сама тля, вы знаете, она питается соком гороха, ведет общее внедение растений. Но также тля является переносчиком очень опасных вирусных заболеваний гороха. Это вирус полосатой мозаики гороха, вирус мозаики семян гороха, вирус мозаики листьев, вирус скручивания листьев гороха. Если заражение вирусными заболеваниями произошло, то все, мы уже ничего сделать не сможем. Фунгициды без сигнал против вируса. Для борьбы с гороховой зерновкой и тлей наиболее оптимальным решением будет использование циклицидоконнект. Два действующих вещества. Эмитоклоприд. Системное действие, длительная защита. И бета-цифлотрин, контактное действие и очень быстрый нокдаун эффект. Норма 0,4-0,5 литра на гектар. Из болезней в данный период в нашей зоне наибольшую опасность будет представлять эскохитоз. Есть две основные формы эскохитоза. Это бледно-пятнистый эскохитоз. Такие крупные пятна на листьях. Ограниченные такой темно-коричневой каемочкой. И на бобах эти пятна вдавленные, и мы можем видеть такие черные точечки маленькие. Это пикниды гриба. И темно-пятнистый эскохитоз. Мелкие пятна вдавленные на листовой поверхности. И на бобе эти пятна будут выпуклые. Для нашей зоны более характерен темно-пятнистый эскохитоз. Бледно-пятнистый проявляется при большем количестве влаги. И ржавчина. Также опасное заболевание. Поражается листовая поверхность. Страдает урожайность. И также ржавчина способствует интенсивному растрескиванию бобов дороха. И мы теряем еще от осыпания семян урожая. Для борьбы с данными заболеваниями в 2017 году мы регистрируем на горохе фунгицид ФОКС. Значит, два действующих вещества. Трифлоксистрабин из класса строгалуринов. И протиоконозол из класса триазонов. Также данный фунгицид позволит защитить растение гороха на всех этапах развития патогена. Норма будет 0,4-0,6 литра на гектар. И вот для примера, видите, две картинки. Здесь было внесение фунгицидов. На стадии патонизации здесь без фунгицидов горох выращивался. То есть, можете видеть даже визуально отличие вегетативной массе. То есть, тут она светло-желтого цвета, без поражений. Тут поражено поле ржавчины очень сильно. Хочу еще немножко остановиться на гороховой зерновке. Видите, здесь коннект два раза стоит. То есть, иногда одной обработки бывает мало. Поэтому первую обработку проводим, как только появились первые бутончики белые в горохе. И вторую обработку необходимо провести где-то через 12 дней. Можно перед этим походить по посеву с очком, покосить, посмотреть. Если брухуса нет, вторую можно не проводить. Если есть, нужно провести. И обязательно вторая обработка на семенных посевах. Четвертый этап. Борьба с вредителями. На данном этапе клопковая совка. Два экземпляра на 10 растений. Если мы видим на поле, надо заходить и работать. Для борьбы с клопковой совкой. Значит, на горохе у нас зарегистрирован дельсисфлюкс. Личинки, гусеницы. До третьего возраста он прекрасно убирает. После третьего возраста, если гусеницы у вас есть, то у вас там может быть два варианта. Либо там уже нет гороха. Либо если есть горох, надо использовать другую циклицу. И немножко остановлюсь на диссекации гороха. До влажности 30% горох очень интенсивно теряет влагу. После 30% ток влаги замедляется. Если мы используем диссекацию, мы ускоряем этот процесс, что позволяет нам дней на 10 раньше начать уборку гороха. Это бывает очень важным, если у нас, допустим, ограничено количество комбайнов. Вы знаете, уборка гороха, она накладывается на уборку с длинновой. Для того, чтобы раньше начать уборку, сделать диссекацию. Либо у нас есть сорняки на поле. Как определить вот эти 30% при которых нужно делать диссекацию? Оптимально, конечно, если есть шкафчик. Отобрали семена, поставили в шкафчик, определили влажность. Если такой возможности нет, можно воспользоваться такой картинкой. То есть вот 32% влажности примерно выглядит вот так вот. Для диссекации гороха... Можно еще раз? Да, пожалуйста. Все успеют. Есть три класса диссекантов, которые используются для диссекации. Это дикват, глифосат, препараты на основе диквата, глифосата и глифосатената и амбония. У каждого различных продуктов есть свои преимущества и недостатки. Если мы возьмем дикват, он очень быстро действует, не требует активной вегетации и культуры. Он не системник, он контактник. Недостатки его. Он слабо действует на сорняки. То есть если зеленые сорняки, он листья еще кое-как сжигает, а стебель остается зеленым. Также его действие очень сильно зависит от солнечной инсоляции. При паспурной погоде он работает хуже, при солнечном работает лучше. Если мы берем глифосат. Глифосат очень хорошо работает по сорнякам. Но он требует активной вегетации и культуры. То есть коров, когда у нас 30% влажности, он уже подсыхает. И глифосат будет работать по самому гороху хуже. Очень долго будет падать влажность. А на всхожесть практически не влияет ни то, ни то. И глифосат аммония. Он объединяет в себе достоинства деквата и глифосата. Он контактник. Он хорошо убивает сорняки, но не требует активной вегетации и культуры. К минусам можно отнести довольно-таки долгое действие. То есть если перевести это все в практическую плоскость, то если мы имеем вот такие вот посевы дорог, горох чистенькие, то есть идет подсыхание, можно смело применять продукты на основе деквата. Но если мы имеем вот такие вот посевы гороха, или вот такие вот посевы гороха, а это встречается довольно часто на горохах, то в таком случае, конечно, лучше использовать продукты на основе глифосатопа. И немножко коснусь системы машин. Ну, про флекси-жатки говорить не буду, все прекрасно понимают, что горох лучше убирать в флекси-жатки. По сейалкам. Сейалки с мемотранспортом, большие посевные комплексы, для посева гороха лучше не использовать. Очень сильно травмируются семена в мемотранспорте, от бочки до высевающего аппарата. Поэтому, либо в таком случае необходимо увеличивать норму высева, 1 на 15-20%. Или не использовать. Такие сейалки используют сейалки с механической подачей семена. И по комбайнам. Вы знаете, существует три основных вида комбайнов. То есть, это классическая схема, барабан и саламатряс клавишный. Это роторная схема и гибридная схема. То есть, когда у нас есть и барабан, и сепарация идет при помощи двух роторов. Так вот, при условии, если мы провели диссекацию, и масса не влажная, для гороха лучше всего использовать роторные комбайны. У них самый мягкий режим обмолота. Будет минимальная травмируемость семян. Выше товарное качество и выше ценности. Это название вы знаете без меня прекрасно. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.